Чтобы рассказать о Петербурге, не хватит ни одной телекамеры, ведь мы можем передать только картинку и звук. Петербург можно ощущать. Его можно чувствовать. В Министерстве культуры составляют целый список таких ценностей, которые нельзя ни увидеть, ни потрогать. С Россией все понятно. В Толе пряники, в Нижнем Новгороде хохлома. А Петербург сам по себе музей под открытым небом. Так что в этом музее нельзя увидеть, но обязательно нужно сохранить. Пальцы, пальцы собери. Галя, опусти руку. Выверни пятку. Не завышай руку, Галя. В классическом танце всего три основных позиции рук. Но владеть ими артисты учатся всю жизнь. Ведь именно по ним можно определить, откуда танцовщик. Петербургская балетная школа – это искусство на кончиках пальцев. И это не образ, а требование, объясняет Илья Кузнецов. У меня такие были педагоги, которые показывали роли до мизинчиков. Мне, вы знаете, предложили партию. Это одна из последних партий была Ваня Карине, Каренина. На тот момент Каренин был немножко старше меня. В сороком он слышно была. Может, уже какие-то составы не работают. Может, какие-то жесты там. И они уже не такие, да, как в классике. Ты молодой должен раскрыться, полететь куда-то. Взять вот этого зрителя с третьего яруса. Потом в конце его отпустить об стенку. Но почему консервативный во всем русский балет вдруг представлен двумя манерами исполнения? Внимание на сцену. Сначала Мариинского театра с площадью чуть больше 300 квадратных метров. А потом большого, где и пространства гораздо больше. Получается, что танцовщик на петербургской сцене будто под лупой у зрителя. Просматривается каждая деталь. А в Москве задача другая – занять с собой все эти квадратные метры. Особенно это заметно в мужских партиях. Вот и получается, что даже воздух, само пространство театра в Петербурге – это тоже важная часть школы. Пусть и неосезаемая. Я вообще думала, что художники на выставку приезжают обычно на… ну, если не на лимузине. На самокате. На самокате. Кузярушка, Андрей Кузнецов на велосипеде. Дмитрий Шагин прямиком с дачи. Не похоже на визит больших художников на выставку имени себя. И в этом их парадокс. В городе Достоевского среди чопорных интеллигентов в 80-е вдруг появились и стали популярны симпатичные шалопаи из народа. Творческое объединение свободных художников и музыкантов. Мне, конечно, сложно сказать, чем я, основатель экологический образец, так полюбился нашему народу. Но, видимо, тем, что не гордился. Работал в котельной всю жизнь, понимаете? То есть не ездил там на каких-то иномарках, не зарабатывал каких-то огромных денег. А, в общем, ну, такой человек из народа такой. В телечке, в ватничке. Митьки никого не хотят победить. И вот философия Митьков, которую в 20-м веке все считали то ли шуткой, то ли примитивным спектаклем. Это умение любить мир, а не противостоять ему. В напряженном веке 21-м становится не просто понятным. Жизненным. Вот гастрономия тоже нематериальная культурная ценность. Только уже, кажется, не только петербургская, а общероссийская. Но есть еще одно петербургское блюдо, рецепт которого в столовой на Московском проспекте не менялся вот уже 40 лет. Так, держи ложку. Держи, держи ложку. Пробуй. Я пока одному бульончику даю. Подуй горячий. Ну, съедобно, конечно. Ленинградский рассольник от Нины Дмитриевны. Готовят его сразу по 150 порций. И этого все равно будет мало. Вообще, ленинградский рассольник отличается белыми кореньями. То бишь, от петрушки белые коренья. Они там есть. Для пущего вкуса я добавляю перчику. Немножко, чтобы вкус был ярче. И, кажется, где этот секрет, ради которого туристы приезжают за рассольником именно сюда? Самые доступные продукты, несложная рецептура. Просто приготовлены в Петербурге. Говорят, от похмелья помогает. Не знаю, я не пьяница. Я не пью. Дай ему попробую эту ложечку. Подуй, 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 подуй. Произношение ленинградца. Вот то, что точно не записать ни в одном учебнике фонетики. Но именно его поймет каждый, кто говорит булочное вместо булочное. И попадает под дождь, а не дождь. Теперь это уходящая натура, которую нужно сохранить, говорит Татьяна Пелецкая. Говорили очень красиво, очень доходчиво, очень образно. И называли вещи своими именами. Так, как они называются. Если бокал, то бокал. У нас же громадный театр, громадная сцена. Если у нас на сцене плохо говорить, зритель ничего не поймет. А когда я пришла в театр, никаких микрофонов вообще не было. Вот откуда эта четкость, да? Понимаете? И еще у нас балкон был, 1700 мест. И надо, чтобы меня там слышали. А теперь я желаю посмотреть, какого она у тебя цвета. Это твоя ледяная душонка. Да, это чистая, четкая, звучащая речь. Такая же стройная и понятная, как «Линии Васильевского острова» или «Шпиль Петропавловской крепости». Это явление истории Ленинграда даже не нужно называть. Скажу только адрес. Рубинштейна, 13. И все понятно. Вот эти два кадра сделаны здесь, вот из стены, в этой мастерской. Группа «Алиса» приезжала. Пять килограммов чистого золота. Так эти фотографии назвал Вячеслав Бутусов. В коллекции фотохудожника Валентина Барановского весь ленинградский рок-клуб. Его жена работала на «Рубинштейна-13» редактором. Так фотограф Кировского театра и репортер впервые оказался на рок-концерте. По-настоящему это постепенно меня обходило. Потому что я с усилием приходил, она говорит, снимай, снимай. Это уникальные вещи, это никогда такого больше не будет. Меня потрясло выступление группы «Алиса» Коста Кинчева. Я не представлял, что настолько можно зарядить толпу. Это была энергия. Я не мог снимать даже. Потому что на самом деле некоторые песни, они просто вызывали дрожь и потрясающие эмоции. Но рок-музыку любили не только в Ленинграде. И музыканты хорошие были, кажется, везде. Но почему этот феномен, ленинградский рок-клуб, возник именно здесь? Потому что вся история Петербурга с ее войнами и революциями, она и есть само воплощение рока. Таких нематериальных ценностей для Петербурга можно вспомнить сотни. Возможно, если бы список составляли веком раньше, их были бы тысячи. Чем дальше от нас история, тем меньше страниц она занимает. Но Петербург не измеряется ни объемом текста, ни количеством иллюстраций. Это ощущения, которые можно или испытать и понять, или перелеснуть и забыть. Полина Ганичева. Пульс города.